Каждый день умирает свыше 150 тысяч человек. Это примерно 6 тысяч каждый час, около сотни каждую минуту и примерно 2 в секунду. Это значит, что с тех пор, как вы начали смотреть этот ролик, около 20 человек уже нет в живых. Кто-то из этих людей попал в аварию, другие упали со скалы, у третьих случился сердечный приступ, а оставшиеся ушли по естественным причинам. Смерть – одна из тех вещей, которая объединяет всё живое на Земле. С ней нельзя договориться. Смерти всё равно на цвет вашей кожи, политические убеждения, место рождения и количество денег. Никто не может избежать этой неизлечимой болезни, ведь ей мы наделены от рождения, и она называется жизнь. И это интересно, потому что логически мы всё знаем. Однако немногие из нас это действительно осознают. Вот вы садились хоть раз закрытыми глазами и представляли себе в пустой комнате, как будут выглядеть ваши похороны. Например, кто вообще придёт? Кто придёт туда из обязательства и вежливости? А кто будет там, потому что реально хочет присутствовать? Чтобы люди говорили про вас? Чтобы они запомнили? Да, это странно, но нужно понять, что все мы оказались в путешествии без обратного билета. Именно поэтому нам всем нужно быть добрее и любить друг друга. Я имею в виду, что эта неизлечимая болезнь является единственной вещью, которая действительно объединяет всех людей, потому что через 120 лет абсолютно каждый из нас будет мёртв. Затем появится совершенно новое поколение из живых людей, и затем ещё, через 120 лет после этого, ещё одно поколение людей продолжит человеческий род. Это просто цикл, это просто колесо сансары. И когда вдруг задумываешься о такой жизни, то действительно начинаешь понимать, как мало времени на самом деле у нас есть здесь, на Земле, и ты осознаёшь, что в этом приключении мы все едины. Это, в свою очередь, заставляет обратить внимание на то, как большинство людей взаимодействуют друг с другом. Например, Почему так много людей ненавидят друг друга? Или почему они спорят друг с другом? Почему люди причиняют друг другу физический вред? Почему так много родителей, которые издеваются над своими детьми и даже бьют их? Почему так много супругов, которые якобы любят друг друга, всё время ссорятся? Почему есть братья и сёстры, которые не разговаривают друг с другом из-за разногласий целыми десятилетиями? Почему лучшие друзья за спиной друг друга сплетничают и перемывают все косточки. Почему люди так себя ведут? Знаете, я думаю, это случается отчасти потому, что мы никогда по-настоящему не задумывались об истинном смысле жизни. Я также думаю, что большинство людей реально не могут смириться с тем фактом, что они не останутся здесь навечно. По правде говоря, я и сам-то не утверждаю, что познал смысл жизни. Я думаю, это что-то такое, что наш человеческий мозг не может до конца понять. Это было бы похоже на попытку объяснить собаке или кошке, в чем заключается их смысл жизни. Но они же просто не могут этого понять. Однако вот что я скажу. Есть определенные вещи, которые, как мне кажется, должен знать абсолютно каждый. И чтобы прийти к истинному пониманию смысла жизни, для начала нужно понять 4 фундаментальных истины Вселенной. И первая истина – это истина причины и следствия. Она означает, что каждый поступок, который мы совершаем, имеет какое-то влияние на мир вокруг и нас самих. Например, скажем, несколько лет назад вы вышли из себя и очень разозлились на любимого человека. Это мог быть член семьи или друг, или даже случайно прохожий на улице. Именно тот единственный случай, когда вы сорвались, будет иметь длительный эффект для этого человека и по сей день. Поймите меня, это не обязательно должен быть какой-то огромный эффект. Это может быть очень мягкое и небольшое изменение. С другой стороны, это изменение может глубоко закопаться в подсознании и не проявляться внешне. Однако не заблуждайтесь в том, что ничего не произойдет. Эффект будет всегда. Увы, не существует волшебной палочки, чтобы изменить последствия своей ошибки. И причина, по которой большинство людей не хотят это слышать, кроется в том, что эта правда мгновенно делает их ответственными перед каждым действием, которое они когда-либо совершали. Ведь большинство людей просто ненавидит нести ответственность. Чтобы внести ясность, я не говорю, что все мы должны жить прошлым, жалеть себя. Наоборот, чтобы двигаться вперед, нам нужно быть очень сознательными и брать ответственность за все сказанное и сделанное в этом мире. Если вы чувствуете, что повели себя как-то не так, или вы реально охладели кому-то, то всегда можно извиниться перед этим человеком, потому что никогда не бывает слишком поздно, чтобы сказать «прости». И вторая истина вселенной – это закон непостоянства, который означает, что каждая вещь здесь на Земле временна. Будь то наши тела, умы, отношения или даже наш мозг. Даже видео, которое вы смотрите прямо сейчас, вероятно, однажды исчезнет, потому что солнце может взорваться, и каждый объект может испариться в течение секунды. Этот факт на самом деле довольно забавный и комичный, он не должен заставлять вас грустить или чувствовать себя как-то плохо, потому что все это не важно. Единственное, что по-настоящему имеет значение, так это жизнь. Цените каждый момент, который у вас есть прямо сейчас. Опять внесу ясность. Это не обязательно должны быть большие особенные моменты. Например, тот момент, когда вы так сильно смеялись, что слезы текли ручьем. Или может быть тот волшебный момент, когда вы сидели одни и любовались закатом. Потому все, что мы действительно имеем в этой жизни, это настоящий момент. Третья истина – это закон привязанности и страдания. Каждый раз, когда мы привязываемся к чему-то или к кому-то, мы по сути заключаем контракт быть несчастными. Ведь как только мы не обсуждали, что нет ничего вечного на земле. Это значит, что в конце концов мы попрощаемся с любимым человеком. Или со временем мы потеряем эти золотые часы, дорогущую машину или члена семьи. Мы потеряем даже свое собственное тело. Четвертая истина гласит о том, что все мы однажды умрем. Правда о смерти, как правило, самое горькое для принятия. И большинство людей часто не могут с этим смириться. Однако она не обязательно должна ассоциироваться с чем-то ужасно плохим или даже печальным. Потому что без смерти моменты с нашими друзьями или семьей на самом деле не были бы такими особенными и глубокими. Без смерти все со временем стало бы скучным, пресным и серым. И уже нет смысла в стимулах действительно любить и беречь моменты, которые мы проводим друг с другом. Не будет стимула по-настоящему глубоко смеяться, глубоко любить. Банально просто быть. А ведь именно эти вещи действительно делают жизнь богатой и стоящей. Вдобавок ко всему смерть это одна из тех вещей, которая действительно объединяет всех нас. Потому что она заставляет тебя осознать, что ты и еще 7 миллиардов людей здесь на земле на самом деле в одной команде. Потому что все мы свидетели этого времени. Это наше время. Итак, в следующий раз, когда ты почувствуешь срочную необходимость наорать на любимого человека, или оскорбить того, кто подрезал тебя в пробке, или может отомстить обидчику прошлого, просто помни, что ты выбираешь активно причинять вред своему товарищу по команде. Сделай каждый момент важным. Люби страстно, смейся глубоко и находись в моменте. Потому что в закате дня все, что у нас остается в жизни, это момент. Так что не позволяй ему пропадать зря. Если вы хотите узнать больше о жизни и мотивации, нажмите прямо сейчас на кнопку подписаться. Я обещаю, что это будет вашим верным решением. Спасибо за просмотр и услышимся очень скоро. Перевел и озвучил Георгий Аветисов.